Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет. Подпишитесь, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. В общем-то на этом можно видео и заканчивать. Но Фераксис анонсировали, наконец-то, новую цивилизацию и лидеров, которые появятся 28 января в игре. Давайте разбираться. Итак, лидером Вьетнама будет госпожа Чьеутхичин. Чинь. Ну, в общем, у меня сложно со вьетнамскими. Уж извините. Вьетка, в 19 лет возглавившая восстание против царства У, жила в 3 веке нашей эры. В общем-то, полулегендарная личность. Ее можно сравнить, пожалуй, с Жанной Дарк. Покончила жизнь самоубийством, когда была разбита в битве с китайцами. Одна из легенд, например, гласит, что после смерти Чьеутхичин продолжила преследовать китайского военачальника, а он смог защититься, лишь развесив над дверью 100 пенисов. Нет, я это прочитал не в желтой прессе. Вот конкретные легенды вам пересказываю. Мне все-таки кажется, что в истории Вьетнама были лидеры помощнее, но Фераксис продолжает гнуть линию побольше женских лидеров. Уникальная способность Вьетнама называется «Дельта реки девяти драконов». Все специализированные районы на суше можно строить только на клетках тропического леса, обычного леса и болот. При этом здания в этих районах будут давать дополнительные очки науки, культуры или производства в зависимости от того, на какой территории построены. Но вот судя по видео, если район в тропическом лесу построен, то, например, амфитеатр будет давать дополнительно очко науки. Если в лесу, то культуры, а если на болоте, то производство. Уникальный юнит Вьетнама. Боевой слон Войтьен. Он заменяет арбалетов. При этом может перемещаться аж на пять клеток. При этом может ходить и после атаки. Сила стрельбы у него такая же, как и арбалетчиков, 40, а вот защита выше, 35. В общем, нам в шестую циву завезли кешиков из пятой. Это вот предварительно эти слоны выглядят просто самым сильным юнитом в шестой циве. Потому что вот эта способность прибежать, выстрелить и убежать, это просто не контрится. То есть просто с этим юнитом ничего не можете сделать. Если проведены дороги, то будет лупить вас без всяких проблем. Ну, правда, в производстве он дороже, чем арбалетчики. А с другой стороны, радиус обзора больше. Уникальный район Вьетнама называется Тхань. Заменяет военный лагерь и производит дополнительную культуру за каждый соседний район. А после изучения авиации еще и начинает производить столько же туризма, сколько и культуры. Ну, не скажу, что прям круто именно эта способность. Потому что, согласитесь, военные лагеря мы редко окружаем другими районами. Он обычно так вот вперед выставлен. А вот что круто, так это то, что этот район не требует населения. Так что, в принципе, во всех вьетнамских городах можно построить военные лагеря. Ну и понятно, как и любой уникальный район, он стоит дешевле в два раза, чем замещаемый им военный лагерь. Уникальная способность лидера Вьетнама называется отпор агрессору. И повышает боевую мощь юнитов в бою на клетках с тропическим лесом, болотами или лесами. А если эти клетки принадлежат Вьетнаму, то бонус увеличивается еще. Бонус увеличивается на 5 силы, а, соответственно, если на территории Вьетнама, то на 10. Кроме того, еще и на одну клетку дальше юниты начинают ходить, если в начале хода находятся на тропическом лесе, болоте или обычном лесе. Или лесу. Не, лесе, наверное. В принципе, что-то подобное было и уникальных юнитов других цивилизаций, но у Вьетнама этот бонус распространяется на всех. Кроме того, забыл упомянуть, что Вьетнам сможет высаживать леса после открытия социального института средневековой ярмарки. Так что, если вдруг Вьетнаму не завезет этих самых лесов, то к ходу 60-му он сможет их высаживать. Но, в любом случае, цивилизация не выглядит такой имбой, как Вавилон. Слишком сильно Вьетнам зависит от территории. И, получается, ему не особо стоит рассчитывать как-то ставить соседство районов. Если, извините, у вас нету нормально расположенных лесов, то вам просто придется ставить районы, где эти леса есть или болота. Кроме того, лесные пожары очень будут мешать развитию. И явно придется рабочих использовать на посадке леса. Но это компенсируется практически бесплатным военным лагерем, получается. Потому что он не требует количества жителей. А это значит, что вы можете во всех городах их построить. И очень сильным, уникальным юнитом. Слава богу, кстати, что стреляющие юниты в шестерке не так сильны для захвата городов, как это было в пятерке. Иначе было бы точно от этих слонов не отбиться. А так, если вы построите стены и будете примерно вровень идти по развитию со Вьетнамом, то, конечно, взять ваши города он не сможет. Сколько бы слонов у него не было, но воевать против стреляющих юнитов, бегающие на пять клеток и которые еще могут отступить после этого выстреля, будет очень тяжело. Кроме того, нам показали второго лидера для монголов и Китая. Да-да, Хубилай Хан сможет возглавлять как Китай, так и Монголию. А это реально исторически верно, потому что он внук Чингисхана и был императором Китая. Уникальная способность Хубилая называется ГРГ. Она дает дополнительную ячейку экономического курса при любом правительстве. Также при учреждении первого торгового поста в городе другой державы, эта способность дает случайное озарение и вдохновение. Вот это, кстати, суммируется со способностью Монголии Ям, который торговец сразу же создает торговый путь в городе назначения. Но, с другой стороны, не так уж прям супер-пупер, потому что, ну, за игру, дай бог, если вы 11-12 караванов отправите. То есть это у вас 11-12 озарений лишних будет. Да, приятный бонус, но не то, что прям убер. Кстати, это еще и с Китаем коррелирует, потому что Китай получает больше озарения и вдохновения. 50% вместо 40%, как все остальные. Вот такую цивилизацию и лидеров мы увидим 28 января. Если я что-то упустил, кстати, дополняйте в комментариях. Ну и, конечно, хочу узнать ваши впечатления об этих новых ребятах. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.